У нас большая региональная программа, я об этом говорю не первый год. В Омск приятно возвращаться, особенно в зал, который мы, а это было честью для нас, открывали. Я помню, как стремительно здесь решили вопрос такого действительно значительного подарка. Это не только подарок Омску, но и пример другим регионам, потому что далеко не в каждом крупном региональном центре зал подобного класса. Я бы даже сказал, ну совсем, список будет совсем небольшим. И я, конечно, не скрывал радости и говорил об этом везде, на всех уровнях. И приводил пример Омск многим другим регионам, говорил губернаторам. Но это моя работа, мне кажется, это надо делать нам, так называемым столичным музыкантам. Я представляю одну из культурных столиц страны Петербург. Мы сами решали подобные задачи. Мы строили новый концертный зал, причем это был небюджетный проект. Мы собирали средства. Но недавно мы открыли новый театр, вы об этом слышали. Так что мы укропнились очень значительно. И от этого выиграли, прежде всего, дети, студенты, школьники. Потому что количество программ для юношества, для детей, для молодежи вас засло в разы. Абонементов огромное количество. Они здорово очень продаются, моментально уходят. Семейные спектакли, концерты. Это стало новой и самой приятной новостью, я бы сказал, для меня, для руководителя. Но и новой, может быть, сущностью деятельности Мариинского театра. Если мы перебросим это на наше появление в регионах, и, скажем, выступая в Омске дважды в один день, один концерт, максимум, может быть, минут на 45 посвятим встрече со школьниками или с детьми, и так будет тысяча в зале. Это, мне кажется, будет правильным и даже, может быть, самым правильным решением. Недавний опыт, мы появлялись в Ханты-Мансийске, и исполнение симфонической сказки «Петя и Волк» Прокофьева, как мне кажется, очень необходимый опыт для детишек, я сопроводил вопросами. И после исполнения я попросил, скажем, флейтистку встать и показать инструмент. Он спросил у зала, ну, как вы думаете, какой инструмент перед вами? И они буквально грянули громом. Флейта. А кого изображает флейта? Птичку. Ну, они также отвечали по поводу кларнета, и гобоя, и утку, и кошку, отгадали все. Так что такие концерты, ушло на это все 40 минут, но они запоминаются и нам, потому что, ну, ты сразу видишь, что перед тобой, да, дети все. Замечательные во всем мире, правда ли? Но дети, которые так расправлялись своими вопросами, хором, причем четко так, да, наверное, им объяснили, какая будет программа. Наверное, с ними вот таки, слава Богу. Для того, мне кажется, и даются нам и умственные способности, да, и опыт какой-то мы, взрослые, чтобы использовать такие возможности для детей максимальным образом. Вот, мне кажется, тот пример, а это было всего несколько месяцев назад, он меня вдохновляет на еще более серьезные укропнения работы с детской и юженской аудиторией. Студенчество у нас здорово ходит. Я уверен, что у вас много студентов и, может быть, надо тоже специально как-то готовить какие-то возможности для студентов, которые будут несколько другими, чем для общей или несколько официальной публики. Потому что, когда один концерт называется сейчас, просто у нас большое путешествие в Красноярске, мы, к сожалению, должны уже где-то без 15, 9 уже быть в пути. А так бы мы дали и два концерта, и вечерний нормальный концерт был бы, но тогда мы точно не попадаем в Красноярск, а затем идет Иркутск. И мы из Красноярска в Иркутск тоже чудом успеваем к вечеру, просто большие расстояния. Страна у нас с вами не маленькая, вы это знаете. Пожалуйста, еще вопрос. Майстр, позвольте вот вашу инициативу, о которой вы сейчас сказали, в отношении детей. Мы хотели бы объединиться с инициативой, которую я озвучил вчера, губернатор в Москве на встрече с руководителем Москвы, с мэром Москвы. Инициатива «Три столицы» на встречу 300-летия Омска. И то, что вы сказали, я думаю, может стать одним из направлений реализации этой инициативы совместно с коллективами Москвы и Петербурга. Мне кажется, что все, кто сегодня работают в Москве и Петербурге, понимают, что рост, мы все верим в этот рост. И это речь идет и об экономическом росте, и о росте возможностей, особенно там, где речь заходит о серьезных культурных традициях. Я всегда отделяю, я прошу не путать, развлекательный, недаром называют шоу-бизнес. Вот просто тут перестали мудрить и называют именно тем именем, которое единственное и подходит всей этой индустрии. Шоу-бизнес и вкладывать государственные средства в бизнес, в шоу, в развлечения, иногда очень низкого пошиба. Мне кажется, сегодня даже преступным. А вкладывать в детей, в их образование и в подъем, новый подъем. Все знают о создании сводного хора России. Я думаю, что здесь я не буду растекаться широкой рекой, потому что все видели закрытие Олимпиады. Многие видели концерт по культуре в Новом Мариинском театре. Это тысячеголосый хор. Там и ваши ребятки пели, и все регионы России представлены. Вот это начинание, мне кажется, важным по-настоящему. Не потому, что я стоял у истоков, а я именно потому и старался этот вопрос поднимать на Совете по культуре. Это было в 2012 году. Потому что я знаю, что мы все, наше поколение, вышли из детских хоров. Это теряли, теряли, в 90-е годы окончательно растеряли, истребили уроки музыки. Ну, может, не во всех школах, но еще до сих пор приходится слышать. Так и родители, которые хотят, чтобы их дети занимались музыкой, они их отдадут в музыкальную школу. Значит, общее образование наше вообще должно идти без какой-либо связи. Ну, так и до Пушкина доберемся, я думаю. Если с Чайковским расправляться, так запросто. Там ведь еще есть и Прокофьев, и Стравинский, который сегодня прозвучит, и Мусорский. Я думаю, если дать волю, уберут и Пушкина и скажут, что... Ну, а если родители хотят, чтобы познакомились с творчеством известного поэта Александра Пушкина, так, наверное, есть какие-то лицеи специальные, ему нададут детей, будут они там читать Пушкина. Да, конечно, этот процесс и так зашел слишком далеко. И вот создание детского хора только первый шаг, это не единичная акция. Я надеюсь, что такой крупный регион, как Омский, создаст свой тысячеголосый детский хор. Я убежден, что это нетрудно сделать. Если надо как-то поспособствовать, мы хормейстеров сюда пришлем. Но у вас свои силы, музыканты здесь известны своим профессионализмом. И регион большой, детей у вас огромное количество, зал у вас замечательный. Мне кажется, что это самое лучшее, что можно сделать Омск. И вот такой столичный статус и, к счастью, юбилей, это у нас всегда повод что-то сделать для людей. По крайней мере, возможность такая предоставляется крупными юбилеями. Эти даты, они хороши тем, что можно по-настоящему масштабно что-то задумать и воплощать. Громадных средств для этого не нужно. Любой небольшой инструмент, пианино, может уже обеспечить работу детского хора в любом количестве детей. В любом количестве. Так что хочу пожелать в этом плане вам огромных успехов. Вот если вы меня отпустите репетировать, я вам буду очень благодарен. Что? Пожалуйста, только можно коротко. Хорошо. Вы короткие, Илья Александрович, у вас один проект, у вас там нет другого. Что вы черпили силы для того, чтобы все время быть на таком уровне? Так я спал сейчас в поезде. Мы пришли в два часа с чем-то. Я проснулся, сделал звонки какие-то в Америку, потом поспал еще. А потом мы сейчас чайку попили и сейчас будем работать. У меня нагрузки большие, но музыка, она ведь не только забирает, она еще и помогает. Спасибо. 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 Продолжение следует...